Если вы решили заниматься сетевым бизнесом, строить команду и у вас успешно это получается, то это видео будет вам полезным и интересным. Если же у вас никак не получается настроить входящие заявки, то это видео вам будет наглядным пособием. Всем привет! Меня зовут Лидия Русская, я MLM-предприниматель в партнерстве с корпорацией Siberian Wellness. Поделюсь с вами рабочими инструментами, которые использую я и моя команда для привлечения новых клиентов и бизнес-партнеров. Так как рекрутинг и привлечение новых людей является главной составляющей в MLM-индустрии, то, конечно же, эти советы вам будут полезными. Но еще хочу сказать о том, что в первую очередь, конечно, нужно разобраться о том, что существует пирамида и существует сетевой маркетинг. Не надо это путать, потому что пирамиды – это запрещенные финансовые организации. И, к сожалению, их так много развелось, но имейте в виду, чем они отличаются от сетевого маркетинга. Сетевой маркетинг – это легальный бизнес с прозрачной финансовой выплатой. И, конечно же, в сетевом маркетинге нужно поработать для того, чтобы заработать. А в пирамиде – это всегда вклад каких-то больших денег и, конечно же, обещание выплатить больших процентов. Будьте осторожны. Если вы хотите реально не потерять свои деньги, то обращайте внимание на то, куда вы их вкладываете. Поэтому давайте разберемся про сетевой маркетинг. Для того, чтобы успешно стартовать в сетевом маркетинге, нужны входящие заявки. Давайте, смотрите, будем использовать экологичные методы. Как мы это делаем? В первую очередь, спам. Спам-рассылки. Я лично не знаю. Я их никогда не использовала. И я не знаю тех лидеров, которые бы на спаме построили свою команду и свой бизнес. Возможно, такие есть. Но я с ними не знакома, я таких не знаю. И мы такие методы не используем. Давайте-ка мы его пока отодвинем и пока не будем о нем говорить и не будем его использовать. Давайте поговорим о таком методе, как нетворкинг. Знаете, это самое лучшее, что может быть. Какие-то, когда мы заявляем о себе, как это получилось, например, в моем случае, я абсолютно везде говорю о том, что я за MLM предприниматель. Я занимаюсь сетевым бизнесом. Я нахожусь в такой компании. Я везде об этом транслирую, показываю. Потому что реально это мне нравится. Потому что я воодушевлена тем, чем я занимаюсь. Потому что это действительно очень важно. Для этого, конечно же, я использую социальные сети, я использую статусы в WhatsApp. И знаете, это такой накопительный, длительный эффект. И каков был мой результат? Когда я раньше говорила до пандемии о том, что я нахожусь в этом бизнесе, о том, что есть такие продукты, о том, что есть я. Люди многие отворачивались и не хотели меня слушать. Но я продолжала это делать. И в период пандемии, когда случилась такая ситуация, конечно же, в первый месяц мой товарооборот возрос в несколько раз. Потому что обо мне вспомнили абсолютно все. Мне писали во всех социальных сетях, мне писали на WhatsApp, мне звонили кого-то через кого-то. Поэтому обязательно общайтесь с людьми, говорите о себе, рассказывайте. И люди будут это помнить. Теперь, когда у нас прошла пандемия и у нас случился финансовый кризис, многие остались без работы. И каково мое удивление, что теперь люди уже идут на бизнес и помнят. И говорят, ты еще здесь, ты ездила в путешествия, ты получала зарплату, ты еще здесь находишься. Я говорю, да, я здесь нахожусь. А как можно заработать? А что нужно делать? И тогда я рассказываю о том, как можно зарабатывать в сетевом маркетинге. Это действительно здорово, потому что здесь доход не имеет ограничений. Поэтому используем нетворкинг. Это общение. Везде рассказывай, показывай, говоря о себе. Люди будут о вас помнить и сами будут приходить. Это бесплатные методы продвижения. Да, они долгосрочные. Но и в то же время, знайте, что в этом здесь приходят уже осознанные люди, которые хотят уже быть с вами. Второе. Это контент. Контент. Контент это когда вы уже понимаете, что вы заявляете о себе как MLM предприниматель. И соответственно, уже о том, что вы MLM предприниматель, о том, что вы транслируете себя, начинаете создавать контент. Это что? Посты, рилсы, сторис, прямые эфиры, видеоролики, использование всех социальных сетей. И если вы регулярно, каждый день будете делать действия, вы увидите, как уже через неделю вы будете получать огромное количество входящих заявок. Потому что, каково было мое удивление, когда я начала использовать социальную сеть Pinterest, очень сильно недооцененную, я была поражена о том, что, а какое количество людей находится в этой социальной сети. И буквально там за неделю ко мне начали приходить входящие заявки. Поэтому не откладывайте на потом. Знайте, что вы не будете жить вечно. Используйте это здесь и сейчас. Даже если у вас не получается, самый лучший момент это сейчас. Следующий месяц, тоже следующий метод, который я вам хочу сказать, используйте его. Он платный, но он настолько высокоэффективный сейчас, что очень многие блогеры просто на нем зарабатывают неприлично большие деньги. Это реклама в пабликах. Да, реклама в пабликах. Я не говорю про таргетированную рекламу. Я ее не использую, потому что она сейчас и дорогостоящая, и ее нужно уметь настраивать, чтобы реально не просто сливать свой бюджет. А реклама в пабликах. Для этого можно использовать сайт Quark, где можно найти менеджера по закупке рекламы в пабликах, где вы рассказываете свою историю и переливаете людей на свою страницу. К вам приходят люди, вы их подогреваете, вы им рассказываете, вы им показываете о том, что вы делаете, и к вам уже будет приходить та целевая аудитория, которой вы будете интересны. И это, конечно же, тоже процесс, который нужно делать каждый день, но это рабочие инструменты. И знаете, по идее, если вы разберетесь в сетевом маркетинге, увидите деньги, полюбите продукт, то для вас это не будет составлять труда, как в той поговорке. Если вы найдете свое любимое дело, вы больше никогда не будете работать. Поэтому, что мы используем? Мы убираем спам. Он не нужен, он реально не нужен. Пусть он будет у кого-то, но не у вас. Конечно же, нетворкинг, заявляйте о себе, рассказывайте, коммуницируйте, открывайтесь этому миру. Второе, конечно же, это контент, определитесь со своей целевой аудиторией. Я думаю, сейчас даже не нужно покупать каких-то платных курсов для того, чтобы определиться со своей целевой аудиторией. Найдите какую-то информацию, определитесь со своей целевой аудиторией и транслируйте себя. И, конечно же, третье, это реклама в пабликах. Но также в социальных сетях, в одноклассниках можно настроить свою рекламу легко и просто, там достаточно легко это делать. Причем реклама абсолютно стоит копейки, куда вы можете также привлекать людей на свою страницу. Используйте эти методы, используйте абсолютно все социальные сети, статусы в WhatsApp. Показывайте, рассказывайте, снимайте видеоролики, смейтесь, улыбайтесь, показывайте ценность продукта, показывайте возможности компании, той, которой вы находитесь. Поймите, что самое важное, цените это сами. И когда вы будете транслировать это вокруг себя, люди будут это видеть и принимать. Поэтому, используя эти методы, конечно же, очень легко получать входящие заявки. Также не нужно забывать о том, что в команде должно быть обучение. Если вы придете в команду, которая говорит, что нужно рассылать спам, мне действительно хочется сказать, не оставайтесь там, не именно в этой компании, а именно с этим лидером. Потому что не надо использовать спам, мы не будем жить вечно. Наша жизнь, она настолько краткосрочна, что нужно действовать здесь и сейчас. И если есть действительно такие экологичные методы, которые позволяют очень быстро получать входящие заявки, так давайте это будем делать. Я уверена в том, что как люди меняют работу, как люди меняют методы работы, как люди улучшают свою работу. Поэтому точно так же и в сетевом маркетинге. Поэтому используйте те ресурсы, которые позволяют вам быстро зарабатывать, быстро подниматься, быстро развиваться. Слава богу, сейчас время возможностей. И конечно же, для того, чтобы хорошо развиваться, нужна система. Система, которая позволит вам очень быстро стартовать. В нашей команде это все предоставлено. В нашей команде есть поддержка 24 часа, есть готовые обучающие материалы. Если ты сейчас в поиске работы, какого-то дополнительного дохода или возможно даже основного бизнеса рассматриваешь как сетевой маркетинг, то пиши мне, я буду рада быть тебе полезной. Если же вы находитесь в другой сетевой компании, то смотрите, обязательно используйте эти методы. Если у вас еще нет системы, создайте ее сами. Будьте творцом своей реальности. Будьте тем, кто будет делать то, что не делают другие. Создайте ту систему. Если вам действительно нравится компания, вы не хотите с нее уходить, здесь все вас устраивает, но никак не можете вырасти или не можете найти то, что даст вам толчок, начните создавать свое обучение в систему, которая позволяет вам это делать. Записывайте уроки. Делайте это абсолютно просто в телеграм-канале. Даже не нужно никакие сайты. Главное делать это каждый день. Быть заряженным на успех, на успех своей команды. Поэтому все, что вам нужно, если вы хотите, приходите в мою команду. Будьте с моей командой. Мы, думаю, я уверена, что мы с вами стартанем, как сделали это многие партнеры моей команды. Если же вы находитесь в другой сетевой компании, так будьте там и сделайте то, что вы еще не делали. Всем успехов и удачи. Я была рада быть вам полезной. Если даже что-то вы взяли для себя, то, конечно же, пусть это принесет вам огромную пользу. Всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok